Вот тут Залужный дал замечательное интервью экономисту и сказал, мне нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц. Если мы не получим этого, мы, конечно, будем биться до конца. Но, как сказал один из киногероев, за последствия не ручаюсь. Украина получит это оружие? Я знаю, что вы на этом настаиваете, то есть вы сами не будем тут preach to the converted, потому что вы много раз говорили, что Украина должна получить это оружие. Поэтому я обращаюсь к вам в данном случае как к эксперту, который понимает, что происходит внутри вашингтонской политики. Получит Украина это оружие или нет? Честно говоря, я не знаю пока, что я знаю, как этот процесс идет и работает в Вашингтоне. Отличается от Берлина и от Лондона, которые я очень плохо разбираюсь. Смотрите, где мы были 10 месяцев тому назад, когда никаких хаймеров, никаких сильных оружий, серьезных оружий не отдали. Сначала это ужасная война, ужасная путинская война, надо сказать точно. Или российская война, может быть мы будем об этом спорить потом. Это сейчас спорный вопрос моим коллегам в Киеве и в России. Но потом к этому вернемся. И самое-самое сначало, надо вспомнить, что если украинские солдаты не победили победу Киева, такая хаймеров и другие оружия не подставили, это был первый и самый ключевой момент. Когда уже была одна очень большая победа, это уже изменилось с точки зрения Вашингтона, администрации Байдена к этому войну. Но каждый раз, каждый месяц, да, моя позиция очень очевидна, не надо повторить. Но каждый раз, что я... Повторите, Майкл. Ну, я считаю, чем больше оружия, чем хорошее оружие, чем быстрее эта война закончится. И логика очень простая. Путин не будет сам решить остановить эту войну. Нет, я его знаю, я беседовал с ним, я делал переговоры, ну, я был в комнате, в той же самой комнате, когда Обама или Байден вел переговор с ним, да, ну, я давно ему знал. Он не будет просто говорить, ну, ладно, да, да, тяжело, войну лучше остановить. Ну, ладно, санкции большие, русские, российские гражданины сейчас страдают, давайте я буду заканчивать войну. Нет, он будет заканчивать эту ужасную войну, когда он не может больше продолжать эту войну. А как это делать, надо ему остановить на земле, то есть в бою, да. И как это делать, нужно больше оружия и больше хорошее оружие. Поэтому это моя позиция. А что я заметил, уже в этом процессе довольно тесно, да, и иногда даже сам с Байденом я поговорил, но его команда, это люди, я хорошо знаю, мы все работали вместе в администрации Обама. Что я заметил, они делают решения, да, и не такие решения, которые я хочу. Ну, допустим, они решили в марте, они решили не дать 29-го, да, то есть самолеты. Как это слово по-русски? Jet fighter jets, были точно не самолеты, истребитель. Истребитель, спасибо. Истребитель. Истребитель. Ну, веришь, я забыл русский язык. Но я как собака, я все понимаю. Майкл, не кокетничайте. Я на самом деле хочу сказать, что вы прекрасно говорите по-русски. Ну, русский язык сейчас не самый популярный в мире, я думаю, он будет терять популярность. Мы об этом даже немножечко, может быть, успеем поговорить. Так что, не кокетничайте, у вас прекрасный русский. Ну, с ошибками, но это не важно. Ну, что я знаю, это была большая дискуссия, дать ли нет, дать ли нет. Госдеб хотел отдать, между прочим. Пентагон был против. Байден решил. И когда они делают решение, очень редко, что они вернются к этому решению. И все время идет дискуссия о эскалации. Если мы доним это оружие, Путин будет делать эскалации. Все время идет таким образом. Но иногда меняется позиция. И вот что интересно. Насчет Хаймерса, да, я вспомнил разговоры, когда они сказали, ни в коем случае мы не будем говорить, отдать Хаймерс, сейчас дадут. Не достаточно, я считаю, но дадут. Я прекрасно вспомнил аргументы, когда очень высокие люди в администрации Пайдена сказали ко мне лично, что мы не будем отдать Патриот, то есть система ПРО, да. Это слишком сложно, слишком дорого, и украинские солдаты не знают, как это использоваться. Сейчас они передумали. Дадим. И вот что я хочу сказать. Я чувствую, что иногда меняется позиция, позиция и общественное мнение и имеет значение для этих людей. То есть этот процесс идет. А вот когда вы сказали, я этого никогда не слышала, если я правильно поняла, что в какой-то момент администрация Байдена отказывалась передавать Хаймерсы. Вот тогда чем это мотивировалось? Что говорили? Почему нельзя? И что говорили про МиГ-29? Вы сказали, что Пентагон запретил. Почему он был против? Они все время боятся, что если они дадут такие оружия, да, было серьезное оружие, оружие, которое имеет возможность против России самого, то есть российской земли, тогда будет эскалация и будет каунтер-атак, будет ответ от Путина, даже может быть ядерный ответ. И вот все время идет в этом плане. То есть Хаймерс, в конце концов, решили отдать, но есть другая система, атак, как называется, на английском языке, которая имеет большую дальность, чем Хаймерса. И можно атаковать пункты в Российской Федерации, довольно простая с этой системой. И вот решили, нет, не дадим это, потому что это может быть какой-нибудь атака на земле и Россия, и это будет эскалация. И еще надо добавить, еще время, все время интересно такой позиции насчет Крыму. Часть в России или нет? Конечно, формально, мы все считаем, мы все говорим, что это не часть в России. Но операция освободит Крыму несколько людей, не все, надо иметь в виду, это все время спорные вопросы. Это действительно спорные, нестабильные позиции в администрации Байдена. Но есть позиции в администрации, есть люди, которые считают, нет, это будет эскалация, это будет война между Россией и НАТО, будет, он будет использоваться ядерное оружие, поскольку Путин считает, что Крым это часть России, этот мы, нельзя так и делать. Ну, вот так идет все время дискуссии. И что мой, в конце концов, как я предлагаю, я думаю, что заложенный должен так говорить, чтобы люди на Западе и в Германии, между прочим, особенно, когда мы говорим о танках, чтобы они чувствуют некомфортно, неудобно, что они понимают, что их, когда они не делают решение, это большое решение, которое, из-за этого большие люди в Украине будут страдать. А вот про Атакмс, который не дают пока, и который даже заложенный в этом интервью даже не просил. Правильно ли я поняла, что на сегодня это окончательное решение, пока не давать Атакмс? Я чувствую, да, но иногда я слышу такие фразы, которые, это как намек, что может быть, они передумают. То есть, я должен сказать, вероятность на это нет, но если будет действительно какая-нибудь эскалация Путина, да, может быть, они передумают. И наверное, так. К сожалению, я считаю, ну, наверное, такая позиция у них есть. Редактор субтитров А.Семкин